В деревянной слободе, расположенной за Хабаровским автовокзалом, в среду вечером загорелся частный дом, где проживала семья с маленьким ребёнком. О том, что усадьба горит, жильцы узнали, когда глава семейства вышел подышать воздухом перед сном. Однако пахло на улице совсем не морозной свежестью. Жильцы частных домов к запаху дыма относятся чаще всего настороженно. От быстроты реакции может зависеть жизнь. В этом случае спастись успели все. Вышли просто на веранду, всё в дыму. Я начала сразу, муж начал тушить, а ребёнка начали поднимать, всё, собак всех выводить оттуда. Семилетнего сына родители усадили в автомобиль, который предусмотрительно отогнали от опасной зоны. Очаг возгорания располагался в пристройке к дому. Там находилась бойлерная и санузел. От пристройки пламя перекинулось на кровлю. По-видимому, причина ЧП крылась в конвекторе отопительной системы. Обогревалась семья при помощи твердотопливного котла, который был установлен несколько месяцев назад. Он не взорвался, он целый, всё. Муж стоял, тушил, там всё просто начался пожар. Мы не знаем, зачем. Всё нормально работало. А где котёл располагался? Там-то горело или нет? Ну вот именно там, оттуда и начался пожар. Будущие погорельцы переселились в Слободу весной этого года. Старый дом подвергся капитальной переделке. Был сделан ремонт, куплена новая мебель, заменена электропроводка. Чтобы полностью ликвидировать очаг возгорания, пожарным пришлось разобрать часть крыши. Площадь горения караулы оценили в 30 квадратных метров. Теперь дому снова требуется ремонт. Семья на это время переселится к родителям, которые проживают неподалёку в благоустроенной квартире. С места происшествия Евгения Куликова, Анна Карпова и Павел Рогатин.